Ведущие ученые и эксперты со всего края на Международном форуме биотехнологии. В течение нескольких дней на научно-практической конференции и Международном симпозиуме «Биоазия-2021» они будут представлять свои разработки в области науки, образования и индустрии. Надеемся, что такой формат организации нашей работы позволит сохранить лучшие традиции этих мероприятий. Они складываются понемножку и продолжим поиск действительно стратегически ценных решений в развитии биотехнологии. За четыре дня форума ведущие ученые из России, Беларуси, Германии, США и других стран зачитают 163 научных доклада. Команда из Алтайского технического университета представит свою пищевую разработку. В ее составе – кладезь полезных веществ. Мы взяли за основу плоды аронии, либо рябины черноплодной. Почему мы взяли? Так как она широко произрастает в Алтайском крае, то есть доступное сырье, также богато биологически активными веществами, флавоноидами, антоцианами, пектинными веществами, органическими кислотами, витамины группы С, В, рутином, йодом, железом, кальцием, кобальтом и так далее. Разработчики утверждают, что новый напиток способен не только обогатить организм полезными элементами, но и является отличной профилактикой от целого ряда заболеваний, в том числе вирусных инфекций. Сначала я протираю спиртом для обеззараживания, затем я устанавливаю точность водой. Авторы разработки – семь сотрудников кафедры технологий бродильных производств и виноделия. Им помогали студенты, последние участвовали в приготовлении напитка и его биохимическом анализе. Кстати, над технологией трудились на средства гранта Управления пищевой промышленности края. В университете надеются, что эксперты форума напиток оценят по достоинству, и тогда он может появиться на продуктовых прилавках. Напиток не только полезный, но еще и вкусный. И, возможно, он и правда станет панацеей от онкологии, атеросклероза, сахарного диабета и вирусных заболеваний. София Яценко, Елена Макаренко и Алексей Фризин. День с толком.